Так, одну секундочку, сейчас я вас запишу. Время сейчас неспокойное, поэтому логично, что родители беспокоятся за безопасность детей во время их пребывания в детских садах и школах. Мы решили проверить, какие меры принимаются в дошкольных учреждениях. Сады посетили и новые, и старые в разных частях Балакова. И новеньких мы в первую очередь знакомим, кстати, с Владимиром Павловичем. Действительно так. То есть новенькие приходят, мы их пропустили, мы их ещё раз подводим, говорим, вот завтра они к нам придут в детский сад. Вот, поэтому Владимир Павлович знает, в принципе, действительно всех. Я с 7 часов до 17 нахожусь здесь. Владимир Павлович у нас охранное предприятие, организованное силами родителей, добровольное пожертвование, да, то есть по желанию родителей. Вот так Владимир Павлович здесь находится в течение всего пребывания детей в детском саду. Затем у нас идёт смена, передает смену сторожам. В этом детском саду, кроме привычного домофона, есть и видеофон. И сотруднику охраны не надо бегать к двери, чтобы открыть её родителям. Действительно действующая система. И плюс идёт видеонаблюдение, запись с камер видеонаблюдения, которые 48 суток практически действены, да. Запись в режиме онлайн, как вы видите, сейчас просматривается. Если же камера наблюдения выходит из строя, то заведующая вызывает мастера из той организации, которая устанавливала систему. Камеры наблюдения обычно направлены на центральный вход, который зачастую в современных детских садах является единственным открытым. В 2015-2016 год 2,5 миллиона выделены средств бюджета Блаковского муниципального района на установку камер видеонаблюдения. То есть во всех учреждениях камеры работают, установлены. В следующем детском саду вход в каждую группу осуществляется по домофону. То есть родители звонят напрямую своему воспитателю, и тот открывает дверь. За периметром наблюдают целых пять видеокамер. Мы читаем это даже, можно было ещё поставить. Наличие домофонов, видеофонов и камер в детских садах зависит от родителей. Захотят они обезопасить детей, наймут и профессионального охранника, и оплатят установку дополнительных систем безопасности. Вот, к примеру, два детских сада, расположенных по соседству в третьем микрорайоне. Один новый, с хорошим забором и оснащённый четырьмя камерами наблюдения. А второй требует ремонта. И несмотря на наличие дыр в заборе, за территорией следит всего одна камера. И здесь, в случае чего, прибегают к использованию тревожной кнопки. Такие случаи приезжают, быстро реагируют. Молодёжь бывает собирается. Ну, у меня старшая с ними конфликтовать нельзя, то стёкла выезжают. Раньше как бы это, мы с ними так договариваемся, что посидели, убрались с собой, вышли. Ну, это вот. Потому что ругаться с ними только не хотелось бы. Убирают? Да, убирают. Ну, так, в основном, вот в такое время нет, летом бывало. Ну, и то сейчас они уже стараются. Мы им как бы говорим, что у нас всё контролируется, видите видеокамеры, вас всё снимают. Мы понимаем, что в ходе подобных рейдов не всегда удается получить точную картину. А потому предлагаем нашим зрителям написать в комментариях, на должном ли уровне организована безопасность наших детей в образовательных учреждениях. Все пожелания мы передадим в Комитет образования.